В эфире программа «Актуальная тема» в студии Мариам Восконян. Здравствуйте! Сегодня к нам в гости пришел известный кинорежиссер, актер, возможно, и так назвать, общественный деятель Баир Уладаев. Баир Меденович, здравствуйте! Здравствуйте! Я, на самом деле, очень давно хотела с вами познакомиться, потому что давно, я даже не помню когда, много лет назад я посмотрела фильм «Сержем» и буквально два или три года назад посмотрела «На берегу мечты» про вот эту маленькую девочку. Кстати, в обоих фильмах вы играли главную роль. Вот, по этим фильмам много вопросов, у вас еще новый, поэтому давайте сразу начинать. Вообще, с чем это связано, вот, что вы в своих фильмах принимаете решение самостоятельно сыграть. Это же сложно или, может, у нас нет актеров, которые справились бы так круто, как вы? Не, на самом деле все просто. Ничего там, как сказать, такого закрученного не было. Просто с фильмом «Сержем» у нас очень такая сложная ситуация. С двумя этими фильмами, к сожалению, получилось. А фильм «Сержем» прошел на главную роль, которого я сыграл на эту роль, молодой парень. Вот, и мы поехали в командировку, уже прям перед командировкой на выезд, он не приехал. В итоге мы съемочной командой уехали, я в надежде, что он нас догонит в дороге. Вот, и мы приехали, и я уже там место договорился, локации, все остальное, все было подготовлено. Приехал сюда, туда, на съемки, и мы, в общем, ждали. В итоге, я думаю, заново объявлять кастинг, уже времени не было, потому что с этим парнем какое-то время я уже работал по-актерски. В итоге на съемочной площадке мне уже пришлось решать вопрос из команды выбирать кого-то на эту роль, и в итоге я сам выступил главной ролью. Никого не нашли? Ну а вообще каково это? Вам же нужно сидеть на этом стульчике, где написано «Режиссер», смотреть, а затем как снимают операторы. Это реально, да? И сниматься, и контролировать весь процесс. Ну да, это реально. Сильман с режимом, конечно, сложно было, на самом деле. Что сейчас? Чего ты добиваешься этим? Потому что это все анализировать приходилось самому, потому что я там еще со сценарием плохо работал. Это только второй фильм, где начинающий режиссер там все это изучал. На самом деле, когда есть второй режиссер, есть человек, который зеркально отражает твою работу и со стороны смотрит, контролирует твою работу по-актерски, и есть возможность времени, когда ты можешь анализировать над своей работой. Часто, когда актеры играют, они очень сильно критикуют свою работу, иногда это мешает. Иногда это хорошо, иногда это мешает. И здесь то же самое, то есть ты как режиссер и актер, иногда можешь где-то местами упустить вот эти моменты с самокритикой, с этой работой, когда видишь себя в камере, думаешь, ты плохо играешь, а на самом деле хорошо, или ты думаешь, хорошо играешь, а на самом деле плохо. Вот здесь нужен человек, который отражает именно работу актера и работу режиссера. Если один человек как режиссер выступает, и актер. Все, поняла. В общем, помощники у вас были. Да, с режиссером были, но это на самом деле было сложно. Вот на берегу мечты было легче, потому что там уже был второй режиссер, человек, который уже полностью знает сценарий, выучил сценарий, каждую роль, каждое действие и эмоциональное напряжение сцены, то есть она знала, и она уже полностью отражала эту историю. То есть я сидел и спрашивал, как получается, она говорит, чуть-чуть, ну вот эти моменты. Ну, если честно, сразу хочу сказать, когда я смотрела на берегу мечты, в конце, когда уже взрослая девушка читает письмо, я рыдала, я просто так плакала, и вообще этот фильм действительно запал мне в душу. Если говорить про то, что снимали именно в Бурятии, он, ну, эмоционально больше всего меня тронул. И когда я смотрела, я прям, помню, словила себя на мысли, что я бы и не представила никого на вашем месте, ну, в качестве актера, который исполняет главную роль, потому что я не знаю, как вы так вжились в образ, как будто бы вы действительно были на Чечне, как будто бы вот вы все это проживаете, рассказываете. И я смотрю, не знаю, какой-то автобиографический фильм, а не авторское кино. Ну, это прям круто было. Ну, на самом деле это... Ну, это тоже случайный выбор, что вы именно сыграли главную роль. Или вы изначально себя описали. Ну, это вообще интересно тоже, интересная история получилась. Фильм был «Отчий дом» назывался, и у меня было два сценария. Это про маленькую девочку, это называется «Отчий дом». Она тоже так же теряется, встречается с дедушкой, дедушка его спасает, а вот у дедушки не было детей. То есть он когда-то давно усыновил дочь, и она, в общем, выросла и отказалась от него. В итоге он один остается и находит эту девочку на дороге. И они... Он как бы перед тем, как уйти, он самые свои вот эти мудрые слова, свои вот эту нежность, доброту все передает этой девочке. Эта девочка как бы, она должна была вырасти и передать это нам, через зрителям, через свои героини. 50 минут снял этот фильм «Отчий дом». Да, и у меня актер уехал, главный герой уехал на Новый год домой и сказал, что они будут сниматься. То есть у меня три недели вот этой работы проделаны, она просто у меня лежит. И все, фильм ушел в мусорку. Да, все, вот этот отрезок. Я не мог найти подходящего человека по лицу. Я сколько просил актера, он сказал, что дальше не смогу и нет возможности. В общем, в итоге я на съемочной площадке. У меня еще время есть, там буквально 2-3 недели, да, то есть у меня месяц был запланирован. Вот, и у меня второй был сценарий, который я хотел в последующем снять. Это про ветерана боевых действий, который возвращается домой. Когда он уходил, у него был цельный мир. Он жил счастливым. А когда он ушел и вернулся обратно, он уже, мир у него полностью разбит, и он может его собрать. Но этот мир, его, не физически, а внутренне, полностью у него изменился мир. За счет этого происходят трансформации, да, человек. Ну, такая сложная история была. В общем, вы соединили два фильма, и эту маленькую девочку перенесли как-то мужчина. Мне пришлось вот на съемочной площадке объединять вот эти два сценария, выходить самому уже на роль вот Володи. И вот два героя меня объединились в один фильм, и в одном фильме они встретились. Там уже вот не дедушка, который должен был быть, а уже Володя, который, да, прошел. На самом деле, что с Володей, вот, который на берегу мечты ищет свою сестренку, что с этой девочкой, это история как бы из жизни моих знакомых, хороших знакомых, да. То есть это я в жизни видел, вот, когда в школе учился, сталкивался с такой историей, очень грустной историей, на самом деле. И вот она как бы сейчас на экраны перешла через... Когда ты узнаешь про этот факт, еще интереснее становится. Ты начинаешь снова вспоминать, задумываться. Весь мир казался таким страшным и жестоким. А где твои родители? Почему ты одна? По-моему, тебе как раз будет. Барашки, привет! Ты же обещал! Волшебный мир вокруг нас. Только надо суметь и разглядеть его. Если честно, никого не хочу осуждать, но как же много безответственных людей в Бурятии, которые два раза вас кинули. Ужас. Да, я на самом деле, когда вот на берегу мечты случилось, это было очень... Ну, обидно. Да, обидно, самое такое, потому что... Затратно. Затратно, да. Самое главное, это было... Мне жалко было вот этот... Отснятый материал. Да, сюжет, да. То есть это дедушка, его истории. И здесь объединение было взрослого детского мира. Вот как раз-таки вот в этом на берегу мечты. Ой, в Сочи дом. Сценарий, в Сочи дом, да. И когда вот это мы все сделали, когда фильм сняли, первый режиссерский монтаж Черновой посмотрели, я понял, что, в принципе, наверное, так и должно было быть. Потому что, может, оттуда как-то нас подправили, что ли, я не знаю. В итоге фильм посмотрели, понравился. И как бы он в хорошей кинофестивале выиграл, да. Прошел, ну, в кинофестивальной истории достаточно хорошие. А сценарий вы сами пишете? Да, мы пишем. Я с супругой пишу, с Ириной Урубаевой. И мы вдвоем как раз-таки в течение трех-четырех дней объединили этот сценарий на съемочной площадке. Недавно наткнулась на статью, которая говорится о том, что вы недавно выступали в Музее истории города и говорили о том, что вы снимаете именно социальное кино. И вот задумалась о том, что же это значит. И вдруг, проанализировав, поняла, что в обоих этих фильмах, которые я смотрела, и «Сержем», и «На берегу мечты», есть вот эта мораль, когда вы заставляете зрителя поверить в то, что всегда есть свет в конце тоннеля, ну, что бы в жизни ни происходило, то есть выход есть, и нужно верить. Очень важно верить. Вера, надежда, любовь. Я правильно поняла вот этот посыл, что такое социальное кино? На самом деле, да, социальное кино, конечно, оно во многом помогает обществу пережить те или иные сложные обстоятельства жизненные, да. И моя задача вообще в кино, когда приходил, у меня первая задача была поговорить о многом, как режиссер. То есть я хотел говорить о том, что меня очень сильно волнует. И вот первые мои фильмы, там, «Живи», да, допустим, это как раз-таки тема самовольщиков, там, ребят с деревни, которые бросали все выезжать. Эту историю я хотел показать. «Сержим» — это тоже такая история, когда мне очень нравилось, когда вот этот обычай, да, наш древний, перевели его, ну, сами же, сами же наши поколения, такое что-то, такое, знаете, как привычку, да, и «Сержим» я вот хотел тоже показать. Это как бы мое желание, вот поговорить с народом, с обществом через фильмы. А социальные фильмы вот как раз-таки дают возможность перешагнуть определенные сложные моменты жизни. И здесь тоже в фильме мы тоже делаем сложные истории, но даем выход зрителю и направлении, в каком направлении нам лучше идти. Конечно, выбор за зрителем всегда, но я думаю, что вот как на берегу мечты и с «Сержим», да, на самом деле, я много уже с, ну, как начал фильмы снимать, я часто бываю в разных местах, там, ну, в тюрьмах, да, женских, мужских, да, там, каких-то, наркодиспансерах сложных, где истории у людей бывают, да, встречи эти проводят. На самом деле, мне очень рад, что вот сейчас уже сколько лет проходит, мы иногда в городе встречаемся с ребятами, да, иногда, ну, пересекаешься, и они говорят, вот, в свое время где-то фильм посмотрели, что-то в них изменило, да. Кто-то пишет, да, то есть сообщение пишет, что вот тогда-то, когда-то, вот, маленький пересмотрел свои мировоззрения, да, свои отношения. И здесь тоже, как бы, ну, социальный, вот, я думаю, наверное, социальный можно назвать. В 2018 году вы снимали фильм «Два капитана», он выходит только сейчас. Да. Его можно назвать социальным? Это первый вопрос. И второй, почему вы так долго тянули? Почти пять лет не выходил он. Ну, на самом деле, «Два капитана» я начал снимать еще до «На берегу мечты». А, тем более. Здравствуй, дорогой папа. У меня все хорошо. У меня теперь есть друг, и мы теперь с ним ходим на рыбалку. А где твой папа? Мама говорит, что он далеко уехал и скоро приедет. Что-то Сережка трубку не берет. Да он еще не вернулся с озера. Двое мальчиков потерялись. Десяти и восьми лет. ПАМА! СТАЛЬ! Мы выберем все с тобой отсюда. Я верю в это. Мы один съемочный день сделали. Я понял, что этот фильм я не смогу, как сказать, вытянуть как продюсер, потому что там затраты, очень возвратные сцены были. И в итоге я этот проект оставил. Фильм «На берегу мечты» закончили. После «На берегу мечты» я находился в Москве и предложил нескольким продюсерам вот эту историю, синопсис фильма. Они посмотрели, просили сценарий. Я там написал сценарий полностью. И буквально там за недели, две, три они решили, что будут снимать это кино. И почему оно так долго длилось? Потому что в 2018 году мы закончили съемки, в 2019 году мы должны были выходить в прокат. В 2019 году у нас началась пандемия. А, все поняла. На самом деле, вот в 2019 году, как пандемия началась, не только наши проекты, вообще во всем мире все фильмы стали. Кинотеатры, ну, знаете, что произошло. Вот. И после этого, ну, сейчас СВО, вот это все сложный такие моменты. Сейчас не до кино было какое-то время. И сейчас, в этом году, весной, вот мне сказали, что мы возобновляем работу над фильмом, продюсерское кино. И в итоге... То есть вы его еще доснимали в этом году, весной? Нет. Работа по монтажу. Пост-продакшн. Пост-продакшн. Коррекции, там, озвучивание. Все такое. Там вошли песни Виктора Цоя, три песни. Ну, как бы это только хороший сюрприз будет для наших зрителей. И вот пока вот эта вся работа делалась, как бы вот с весны, вот к середине лета закончили и поехали на кинофестиваль. Фильм еще не вышел в кинотеатрах, но я знаю, что вы его уже на три кинофестиваля успели свозить. Да, мы... Нам вообще предложили два кинофестиваля вначале, потому что все три кинофестиваля, то есть все просят премьеру у себя на кинофестивале. Это Амурская осень, Восток-Запад, Оренбург, классика авангарда, городе Оренбург. Вот. В Оренбурге мы в 2018 году получили приз президента кинофестиваля по фильму «На берегу мечты». Вот. И когда вот выбор был между кинофестивалями, куда ехать, в первую очередь, мы решили ехать в Оренбург на Восток-Запад, потому что все-таки надо ехать там, отблагодарить, встретиться с теми, с кем мы там в 2018 году виделись, да, и поехали в Восток-Запад, участвовали постом после Востока, параллельно с Восток-Западом мы участвовали в городе Казань на международном кинофестивале, «Крылатый барс» называется. Вот. И в «Крылатом барсе» мы получили гран-при за лучший моментражный фильм. А в Оренбурге мы участвовали в конкурсе, но мы стали только фильмом закрытия кинофестиваля. Ну, есть такая, как бы, сторона, когда фильм хороший там, его просите на открытие или закрытие, то есть тоже такой достаточно хороший уровень, когда вас приглашают с кем в фильм на кинофестивале, ну, не участвую в основном, участвую там в закрытии, открытии. Вы довольны результатами? Да, вот, мы в Восток-Западе были, люди посмотрели. Я всегда на кинофестивале, когда приезжаю, я стараюсь видеть, как реагирует простой зритель. Конечно, с одной стороны, очень важно для меня, как для режиссера, слушать экспертов, жюри, кинокритиков. Кинокритики, да, свое там очень такой получился разносторонний, разные сделали выводы, разные отношения был к фильму. Так это же круто, значит, фильм вызывает эмоции. Было бы плохо, если бы они были равнодушны. А вот со зрителем было очень интересно, на самом деле, потому что когда еще кинокритик Сергей Анашкин пригласил на Киношок, и в начале показа он выступил с, рассказывая про меня и про кино, ну, про режиссера и про кино, он сказал, что это кино, это мужская мелодрама, то есть он выделил этот фильм жанр как мужская мелодрама. Я впервые тоже услышал такой жанр, и мне очень интересно было в начале фильма, и вот как раз когда мы сидели в зале, передо мной сидели мужчины, там 6-7 человек разного возраста еще, и мне было важно посмотреть, какая реакция будет, я посередине зала специально сел и после просмотра фильма и во время просмотра фильма, я понял, действительно это очень интересно, как мужчины реагируют на этот фильм, потому что это фильм о настоящей мужской дружбе, о выдержанной такой мужской дружбе, какой современной нашей жизни часто не хватает, и в советское время это часто показывали, акцентировали на этом, идеализировали, какая должна быть дружба, и сейчас очень мало про это показывают, и здесь я думал, как раз таки, когда фильм снимал, я хотел об этом снять. А женщинам будет чему поучиться? Там вообще на самом деле... И о том, что женской дружбы ведь не существует, как говорят. Там на самом деле очень интересная история, она как бы обволакивает себя, и вроде бы главная тема мужская дружба, параллельно через каждый период времени мы смотрим взаимоотношения людей, женщин, общества, и вот там нет такого прямо, чтобы одна идея мужская дружба, но я закладывал именно это, потому что почему два капитана, потому что именно по книге Каверина, которую я в свое время историю с детства знал, и мне бы хотелось вот эту атмосферу перевести, вот этот фильм, и я думаю, что это удалось, вот те мужчины, которые сидели, они, да, действительно показали, что фильм как раз таки вот именно попал, но... Вы очень сильно заинтриговали, когда он выйдет, ну, в Бурятии, по крайней мере, когда уже можем увидеть? Я очень надеюсь, я на самом деле сам прямо с нетерпением жду, потому что мне очень охота показать команде, кто работал над фильмом, потому что они очень долго ждут уже. То есть даже они не видели? 5 лет, да, считайте. Действительно. Да. И нашим, конечно, зрителям, нашим жителям республики я хочу показать, ну, любое кино, оно должно как бы отбивать финансово, чтобы были выйти. Ну, сейчас вот продюсеры обсуждают, продюсеры обсуждают, когда выйти фильм. Помимо этого, дистрибьюторы там по очереди, там, в общем, все там сложно. бюрократические моменты. Я, конечно, очень надеюсь, что фильм на России выйдет, потому что из-за этого вот эти переговоры ведутся. Если выйдет на России, то я думаю, что по России увидят какая у нас природа, какой у нас менталитет, о чем мы думаем, о чем мы читаем. Некоторые вас называют именно режиссером, который снимает до фестивалей. И мне очень интересно все-таки именно для вас что важнее, когда вы вот все, фильм готов, вы его выдаете людям, что важнее, мнение зрителя или тех же критиков, экспертов, ваших коллег, профессиональное признание или все-таки любовь зрителя? Знаете, кино очень сложно у нас истории, потому что в Бурятии мы сейчас должны как бы в киномире заявить о себе. Мы не можем бюджетом тягаться с большими киностудиями. И, к сожалению, очень мы недавно на кинофестивале обсуждали, что в мире почти все истории написаны и сняты. Сейчас придумать новый сценарий очень сложно. И у нас есть единственный выход заявить о себе, как в киномире, как бурятское кино и показать свою историю. Только, я думаю, что через как раз-таки авторские фильмы. Через авторские фильмы. Но сейчас, на данный момент, у меня была задача, я эту задачу, я думаю, почти справился. Потому что я для себя поставил, что четыре фильма сниму как раз-таки именно для социальных, которые очень нужны будут нашему обществу. Я надеюсь, что эти фильмы нужны. Это «Живи» с РЖМ. На берегу мечты сейчас два капитана выходят. Вот эти фильмы сейчас они выйдут. После этого я сейчас буду уже маленько ориентир менять. и этнические более буду фильмы снимать. То есть, сейчас у меня тоже такая есть задача. И все-таки я буду сейчас внутри анализировать и пересматривать. Почему эти четыре фильма важные были? Потому что там очень важные темы для меня были. Ну, определенные. Мне очень нужно было снять про ветерана боевых действий, про эту девочку. Мне обязательно надо было ребят снять, которые с района выезжали. в свое время целое поколение людей, которые были потеряны. И фильм с режимом обязательно надо было снять. Конечно, с режимом не получилось не так, как я планировал изначально. За бюджет пришлось много сцен вырезать. Но все-таки этот фильм состоялся и сейчас многие его смотрят. Коммерческое фестивальное кино тоже может быть. то есть у нас для того, чтобы мы сейчас развивались, вот есть два направления, это фестивальные истории бурятского кино, которые будут звучать на мировом уровне и открывать дорогу к коммерческому кино. для этого нам нужно сейчас именно на фестивальное кино давить. Потому что коммерческое кино мы сейчас не можем взять, у нас бюджет не позволяет. Вы говорите же не только про себя, но и в целом про всех ребят, которые в Бурятии снимают фильмы для того, чтобы о себе заявить. Обязательно нужно авторское снимать, подаваться на кинофестивале, чтобы уже через них заявить о себе. Понимаете, если какой-нибудь молодой парень, без разницы, девушка, парень взрослого старшего поколения, без разницы, кто-то из наших ребят выиграет Каннский кинофестиваль или же тот же венецианский у нас якуты, наши коллеги международных кинофестивалей просто рвут. Тогда это будет большой шаг для развития целого бурятского кино. Там не будет разницы, я выиграю, кто-то из других ребят кто-то выиграет. Это уже большой шаг будет того, что мы заявили о себе как бурятское кино. То есть сейчас, если мы допустим, какие-то регионы, допустим, та же Саха-Якутия, они могут себе за 250 миллионов снять Дагандархан, мощный большой фильм, где они включили всех актеров, все съемочные команды. Это такая машина получилась, несколько лет они этот фильм снимали. Мы так не можем сделать, такое не можем. Мы можем там, вот я допустим, у меня сейчас проект один, около 6-7 миллионов бюджет, я его уже четыре года снимаю, потому что каждый раз сталкиваюсь с поиском финансирования. И даже вот этот бюджет для нас уже большой. То есть на 3-4 миллиона мы можем снимать фильм, но внутри история должна быть такая, что нигде ее не увидят. То есть она должна быть такая, что человек, посмотрев где-то на кинофестивале, чтобы его вот этот фильм заметили, чтобы навсегда этот фильм запомнили. То есть мы должны в глубину уходить. Это очень, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, потому что когда денег не хватает, мы очень часто анализируем. У меня перебирается за несколько месяцев около 10-15 сценариев. То есть я перебираю, перебираю, это не пойдет, не пойдет, это пойдет, это не пойдет. И внутри эта работа постоянно идет. Я подбиваю бюджет, я думаю, вы выйдет, пройдет на кинофестиваль, на какой пройдет. То есть внутри эта работа когда ведется как сценариста, как режиссера, ты как бы растешь. И если ко всему этому еще был бы хотя бы небольшой бюджет, 5-6 миллионов тогда мы бы уже шаг делали. А мы пока варимся просто. Сейчас вот фильм над фильмом работы у меня там буквально пять актеров сыграли основные. Это тот, о котором вы говорите 4 года уже снимали? да, да. А какое-нибудь рабочее название есть? Последний кочевник рабочее название, да, и вот с ним я работал. его мы уже можем назвать этническим фильмом. сдвинемся, то есть с места. И я думаю, если даже авторское кино, допустим, представьте, да, в Бурятии человек снял фильм, да, и выиграл какой-нибудь Санденс, или опять же Каннский кинофестиваль, да, или же там участвовал, тогда, я думаю, вся Бурятия пойдет этот фильм смотреть, когда фильм приедет в Улан-Удэй. Да, и видите, и вот через кинофестиваль у нас есть только возможность продвигаться, ну, из-за бюджета все. Коммерческое кино сейчас в Бурятии почти нереально снять. Если снимать, то только в основном Бурятия бывает в эпизоде большого кино. То есть это когда большие студии, да, приезжают к нам. наши ребята участвуют в эпизодах и история становится московской, а не, как сказать, не местной, да. А так охота, что у нас же очень много легенд, историй разных и талантливых людей. Так охота, чтобы своя история была рассказана всему миру там или всей стране. Нами рассказаны, да, о нас рассказаны, нами сыграны, да, нами сняты, сняты, и чтобы это все-таки оставалось у нас в архиве. То есть это же очень интересно. Пройдет 20-30 лет, даже 50-100 лет, да, люди могут смотреть, да, сейчас, допустим, смотрите «Холодное лето 53-го», да, там, «Калина красная», вот эти легендарные фильмы классические, да, вот эти фильмы смотришь, ты понимаешь, в какой период времени какие люди жили, о чем они думали, о чем мечтали, потому что сценарий пишется, если про современное время, которое проживает, они передают через это время как раз-таки взгляды, истории, жизни людей. И в будущем наши потомки могут через наши фильмы смотреть и говорить, вот как мы здесь о чем думали, о чем любили и почему мы такие истории писали о себе, с чем мы сталкивались, какие трудности теперь проходили, так, так, наверное, думаю. Из-за этого свое кино обязательно нужно. Я с вами согласна. Баирин Иданович, безумно интересная беседа, но мы с вами уже миллион раз вышли за хронметраж нашей программы, поэтому я хочу вам сказать спасибо, очень надеюсь, что вот ваше авторское кино, которое мы уже можем назвать этническое. Надеюсь, что вот этот этнический фильм обязательно, ну, в общем, вы сможете достучаться до сердец бурятского зрителя. Ну и, конечно, мы ждем два капитана. Вот, надеюсь, скоро уже выйдет. Друзья, сегодня у нас в гостях был Баир Уладаев и очень известный кинорежиссер, актер, общественный деятель. А это была программа «Актуальная тема». До встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok